итак друзья всем привет я в луганске работаю на износ друзья снимаю для вас утром и вечером потому что время мое здесь ограничено сейчас мы в центре то у нас парк на площади героев великой отечественной войны много-много людей как вы можете видеть детьми гуляют сейчас прокатимся на театральную площадь с вами видите сколько молодежи кстати началось наконец-то лето началась жарища полным ходом друзья ну камеру приходится на груди крепить поэтому вы будете видеть роль иначе ничего не слышно потому что я уже говорил микрофоны перестали работать разъем в камере отходит так скидывать заряжать еще можно более-менее а вот как звук писать адаптер подключать уже не очень но будут ждать другую камеру тогда буду уже с микрофоном писать много гуляет ухты ленте какой лимузин красивый тополиный пух жара июль ну правда тополиный пух у нас уже прошел но действительно жара друзья июль на улице довольно таки жарко а здесь видите светофоры работают прокатимся сейчас с вами сначала наверное до цирка потом прокатимся с вами до квартала шевченко меня там кто-то в комментариях просил сейчас вспоминаю парк заедем а потом поедем на восточные квартала там тоже есть у нас парк дружбы ну и по кварталам покатаемся сегодня с утра на дачу ездил снимал видео что-то пришел перекусил и засну проснулся что-то башка трещит вот решил прокатиться чтобы голова успокоилась да и надо снимать пока я здесь ухленьки сколько здесь машин стоит рабочий день друзья поэтому машину много аккумуляторы только успеваю заряжать потому что раскатываю завтра тоже с утра куда нибудь поедем с утра наверно поедем на водоем я думаю ухты занятизе еще делают это здесь уже рельсы убрали заасфальтировали такую широчную площадку короче хочу съездить завтра наверно на латуре на на успенку покупаться но вечером тоже завтра где-нибудь по городу покататься не знаю посмотрим вот здесь на оборонной ну кстати друзья здесь еще не обороны хоть считается что обороны на самом деле не обороны кстати такую широкий не разъезд сделали но почему-то закончили бордюром там рельс убрали здесь пока не убирают в общем непонятно что она будет это улица героя зазулина вот по моему да вот этого перекрестка идет а вот оборонная начинается с мжк что-то Субтитры делал DimaTorzok Поехал, хотел я уехать в Восточный, но что-то поехали как поехали. Пединститут, проезжаем МЖК. Да, сегодня понедельник, завтра вторник, а в среду уже назад ехать. Причем, не знаю, то ли вечером ехать, то ли утром, потому что днем уже жарко, друзья. Правда, ну, едешь, ветерок обдувает, но все равно. Кинотеатр Русь, Ничиган. Так, надо нам перестроиться налево, поедем сейчас в цирку, заедем, посмотрим, что там. Да, здесь рельсы пока, видите, не поубирали. Проезжаем церковь возле Питн-Института, ну, я не знаю, вернее, не знаю, не помню, забыл, друзья. Когда вот раньше ходил, снимал, смотрел название, как оно называется. Ну, сейчас вот как раз, друзья, час пик, сейчас люди едут с работы. Сейчас в районе шести часов. Вот, смотрите, сколько машин. Людей в городе стало, безусловно, больше. Да, здесь надо, конечно, перед цирком, друзья, уже пора бы плитку поменять. У нас здесь старая-старая. Да и фасад надо бы что-нибудь посовременнее, конечно. Но его, благо, тогда застеклили, потому что сюда где-то был рядом прилет и повыбивало все стекла. Кстати, это новость, я читал, что наши вроде футбольные клубы будут в чемпионате России играть. Ну, посмотрим. Про шахтер точно слышал, но я думаю, что и заряд тоже будет. Кстати, друзья, что-то вывесок каких-то плакатов. Ничего свежего, друзья, не вижу. Видимо, сейчас не сезон. Все уехали на море. Так, продолжаем наше движение по плитке. Да, плитка здесь, конечно, старая-старая. Надо ее менять, однозначно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, друзья. Ух ты, чуть не проехал мимо. Гляньте, а тут с футбольными полями что-то делают сейчас. Тут что-то, гляньте, с футбольными полями делают. На дальнем поле вон играют, тренируются. А здесь что-то будут делать. Интересно. В новостях ничего не видел. Что здесь будет. Да, по такой плитке это не езда, это песец. Оно еще сейчас на грудь, друзья, не очень хорошо крепит камеру. Вот на куртку хорошо. Куртка широкая, широкая. Оно ее хорошо обтягивает и меньше болтается. А так на тело, конечно, похуже. Из-за этого дополнительное искажение картинки идет. Проезжаем Корону. Квартал Димитрова, Шевченко. Давайте сюда немножко заедем. Возле Короны много машин. Хороший асфальт. Интересно, всю площадь переасфальтировали. Здесь раньше хреновенький асфальт был. Но здесь, друзья, все время проводятся всякие празднования. Самокатчик. Здесь проводятся празднования, ярмарки и так далее. Поэтому, видите, здесь дорогу сделали более-менее. Мощность я мотора порезал, видите, поэтому медленнее его догоняю. Ну, вот такая вот, друзья, площадь. Протон вдалеке. Ну, а я думаю, что потихоньку всему разбитому, недоделанному будут находиться либо старые хозяева, либо новые. Будет все постепенно восстанавливаться. Сегодня, кстати, ехал внизу там мимо юношеской библиотеки. Не помню, как эта улица называется. Ой, где трамвайная линия Бимокраеведческого музея идет. Вылетела из лавы. Вот, там же долгое время разбитый магазин стоял. Смотрю, что он... Не, ну, он разбитый пока так и стоит, но мусор поубирали. Наверное, что-то будут делать. Ну, там место-то хорошее. Там два этажа. Там много чего полезного можно сделать. Да, сегодня в речке с утра искупался так хорошо. Сейчас вот жарко. Хочется в речке где-то искупаться. Ну, здесь поблизости нигде нету, друзья. Только Луганка. Зеленый свет, и мы едем. Ну, я в отличие от самоката потяжелее. Велосипед потяжелее сам. И я потяжелее, поэтому медленнее разгоняюсь. Надо худеть, друзья. Я вам честно скажу, я последний день как белка. Ха-ха-ха. Покатушки, съемки, монтаж, отдых. Поработал за компьютером. Опять покатушки. Опять монтаж. Тут еще памяти особо много нету. Та и где их накапливать? У меня нету столько карточек, видео-то много весь. Поэтому стараюсь сразу все монтировать и заливать на YouTube, а потом со временем открывать. Так, ну. Что, здесь асфальт пока старый, но он как бы еще более-менее нормальный. Кстати, на светофорах здесь же правила теперь новые. Поубирали стрелочки на красный свет ехать направо-налево. Ну иди, я по обочине-то езжу. Ну, говорят, что разница какая-то есть между нашими старыми правилами и российскими. Так, друзья, ну давайте сейчас в парк заедем. Ух, так гремит, какой песец. Так, а здесь спуска нету вниз. А, вот здесь вот есть небольшой. Сейчас проскочим. Там какие-то плакаты интересные в парке стоят. Сейчас посмотрим. Детский парк. А что, убрали Щорс это название, а? Чем вам Щорс не угодил? Ну, короче, его тут более-менее подчистили, я так понимаю. Ну, конечно, тут асфальт старый, надо ремонтировать все это дело. Самое что смешное, гляньте. Вау, РЖД. Почта России или что тут? Министерство, а не, Министерство культуры, похоже, да? А где РЖД, друзья? Где, где, где поезда? Шо это за плакаты? Значки РЖД, а РЖД нету. В общем, интересно. Цветочки вокруг. Много детей, людей. Гляньте, молодцы, гуляют, отдыхают. Дети там сейчас в основном, я не знаю, садики может и работают, но школы точно не работают летом. Это, наверное, и садики, скорее всего, поэтому все гуляют. Короче, какая-то выставка, друзья, картин разных кошки всякие. Смущает, конечно, надпись РЖД. Так, друзья, фонтаны. Ну, не работают они. Ну, благо, хоть парк чистый, убранный. и лавочек много. Фонари тоже старенькие. Вот сцена. Ну, я думаю, что сделают этот парк со временем. Нужно только, чтобы время просто пришло. в основном, коты, коты, коты. Ну, давайте прочитаем, что тут написано. Петушкова Татьяна, 13 лет, Нижегородская область, город Нижний Новгород. Беседы о культуре и искусстве за чашкой чая. Ну, вот что-то такое. Что, их здесь только у нас, интересно, повесили. Как прекрасно, друзья, слышать детский крик. На среднее время детей было очень мало. Сейчас вот как-то потихоньку налаживается ситуация. Теперь здесь тоже и матка питал, и все это дело, поэтому памятник здесь, я так понимаю, погибшим деткам, что ли. Так, просили меня найти дом 50. Так, вот 52, а вот это, наверное, дом 50. какой колесодничек красивый у дома. Бабулечки молодцы, следят. Пахнет котлетками, друзья. Так, вывески на доме не вижу, ну, наверное, дом 5, а, 50, не понял, 53, а, ну, тут нечетный, нечетный, наверное, 50 с другой стороны. Сейчас вот тут попробуем, за домом мы проедем, нет? 50, да, Шевченко 53, 50 получается там дальше. Что-то тут, друзья, копали, копали. ремонтировали трубы и так раскопанное и оставили. Мамы с детишками гуляют, 50, интересно, наверное, дальше. Сейчас поедем, найдем, раз люди просили. Это получается, наверное, туда бывший, ближе к паспортному столу. Ну, теперь не паспортный стол, они тоже, как они тут. МФЦ, ФМС, миграционная служба. Так, Шевченко 51. Интересно. Да, вот еще паспортный стол впереди. Дорога, что-то тут песец. Был я здесь когда-то, давно-давно. Так, а где ж 50? Вот это выше, что ли? Короче, парк Шорса более-менее убранный, чистенький. но без особого ремонта. Так, а какой же вот это дом? Сейчас, если не найду карту, буду открывать, смотри. О, это 36 уже идет. Что получается? непонятно. Не понятно. Непонятно. Непонятно, здесь уже 36. А где же 50? Сейчас придется карту открывать, смотреть. человек, который мне писал, имел в виду саму, собственно, РОВД. Ха-ха-ха, это есть Шевченко 50. Ладно, сейчас подъедем ближе, посмотрим. Сейчас пока через дворики проедем. О, мусорки вроде убраны. И отдельно даже для пластика стоят контейнеры. Не дай бог порядка больше будет, а то местами конечно было очень грязно у нас. Ну, сейчас поедем вот, кстати, на восточный квартал, а там вот как раз были проблемы с мусором. Вот ехал я металлист, я не заехал, но там такой трафик, друзья, все с этим односторонним движением. Там сейчас сильно не покатаешься. Не, а здесь тоже еще какие-то организации, я вот честно говоря не помню. Ну, кстати, здесь что-то менялось, тут по-моему даже министерство какое-то было, я уже не помню. ну вот, друзья, вот само наше МВД и паспортный стол бывший. Теперь я не знаю тут как тут, паспортный стол, это, наверное, паспортный стол, это, наверное, ФМС. У меня даже друг здесь когда-то следователем, по-моему, работал. Ну вот, друзья, как-то так чистенько убрано, вон даже лавочки есть. А здесь вот Феликс Эдмундович Дзержинский. Да. Друзья, кстати, советую на ютубе, есть канал Star Media называется, и там есть, как сказать, сериал, ну, скорее документальный сериал такой, истории, как забытые вожди или как-то так называется. если вобьете на ютубе, найдете, даже в поиске, в принципе, найдете. Блин, классные видео вообще посвященные нашим вот этим вот бывшим лидерам Советского Союза и создателям. Там и Берия, тоже, и Ворошилов, и много других личностей. советую вам посмотреть, мне понравился. Надо будет как-то пересмотреть, чтобы больше в памяти это все отложилось. Так, ну, мы сейчас будем через дворики возвращаться. Нам надо на улицу Буденного и поедем на восточные квартала. везде во двориках люди сидят, бабушки на лавочках отдыхают. вон магазинчики какие-то. здесь этот квартал он большой, друзья. детский сад по левую сторону проехали. Да, ну, сейчас было в Луганске, конечно, много молодежи, детей появилось. Видите, все дворики засажены цветочками. что-то я заехал в тупик, друзья. Думал, здесь проезд есть. А здесь у нас тупик. Котейка вон лежит, отдыхает, смотрит на меня любопытными глазами, но не убегает. Что-то типа хочешь. Да, паспорт, я помню, нас всей школой возили церемониально, весь класс привезли, мы получали паспорт. По-моему, в этот день мы не учились. Да, давно это было, но, знаете, как будто как вчера вся жизнь, вот так вот, все воспоминания. Вроде только вот в садик ходил, вроде вот школа, институт. первая работа. Возвращаемся сейчас на улицу, на дорогу. Сейчас будем на Буденного туда спускаться направо. И едем на восток, друзья. Вот светофоры работают хорошо, а в центре не работают, и сец. Я курьер на электровелосипеде. В Луганске тоже все больше встречаю я людей на электротранспорте, на самокатах, велосипедах. Кстати, вот в Каменске много видел и пенсионеров на инвалидных колясках с аккумуляторами. Причем, я так понимаю, говорят, что это вроде какая-то государственная помощь. Надеюсь, что и здесь будут появляться такие. Это очень хорошо. Главное, чтобы еще у человека была возможность ее на улицу как-то. Лифты там у нас в старых домах нету, лифтов. Поэтому даже электрическую коляску, даже с первого этажа, все равно как-то надо спускать вниз. Красный свет, дороги нет. Так, желтый, а я сплю. желтый, авиацентр, что ли здесь раньше был. Посмотрим, самолет еще стоит или нет. По идее, должен стоять. Здесь тоже дорога старая, но такая, более-менее нормальная. Да, друзья, самолет стоит, только весь в зелени. много было дождей в этом году, поэтому все зеленое и везде заросли. Такого давненько друзья не было. еще реки из берегов повыходили. Вот здесь светофор еще старый и не видно какой цвет горит. Насунулся, может, он вообще не работает, правда. Посмотрим, что там с дорогами на востоке. Там что-то еще при ЛНР делали, ну там, по-моему, на Дзержинского туда в глубине. В районе 50 лет, вот там вот. Центральная там более-менее нормальная раньше была, а вот там вокруг делали где-то ниже, туда, к Вергунке. Так, ну здесь вроде красный горит. Конечно, светофоры надо менять. Потому что вот так вот солнце на них светит и уже плохо видно. Вроде желтый загорелся. Ну и дублирующих, видите, здесь нету. Да, ну потихоньку, конечно, начинается жара. Смотрю, вот прогноз. Но ночью пока прохладно, ночью все равно от 17 градусов туда к концу недели 20 градусов. А днем, друзья, 31, 34. Бывает, такая погода уже в мае стоит, причем в начале. А сейчас, видите, только только в июле такая погода началась. Но нет гарантии, что через неделю опять дожди не пойдут. В общем, будем смотреть за ситуацией. Но там я уже на работу выйду, поэтому Луганск, дай бог, друзья, приеду в августе, когда будет очередной отпуск. по идее весь завод будет в отпуск уходить, а там посмотрим. Может, скажет, работайте, много заказов, не знаю. О, вот здесь светофор уже диодный стоит, так он поярче. О, вот пошел ремонт дороги, знак стоит. Посмотрим сейчас, что тут, где тут ремонтируют. Мы потихоньку подъезжаем уже к Якира, к нижней его части. Кстати, друзья, кто там будет первый раз смотреть, кому интересно, на Ютубе, на моем канале много видео с этих всех кварталов, правда, ну, двугодичной давности. Но там, в принципе, сейчас пока, я думаю, что не сильно что-то изменилось. Поэтому пользуйтесь поиском, смотрите. Ну, здесь вот как-то местами, я смотрю, подлатали асфальт. Правда, не знаю, как давно, но дорога здесь хорошая. По этой дороге тоже транспорт ходит. Да, когда жара, тепло, друзья, не кажется, что сейчас уже будние дни, работа, кажется, что выходной, да, после отпуска тяжело будет назад ходить в колею рабочую. Да так бы, друзья, по-луганску катался и катался, но хочу на рыбалочку. Вот сейчас вот в конце недели потеплеет, надо как минимум пару раз съездить. Приеду в Каменск, надо съездить с ночевкой, успеть. Там как раз сейчас грязь подсохнет, ночью чуть-чуть прогреются. все равно, наверное, спальник надо будет брать, чтобы от товаров прятаться, да, можно было, чтобы полежать хоть. Потому что ночь непредсказуемая, бывает ночью ловится, а бывает ночью не ловится. Так, друзья, давайте заедем в Атриум здесь по краю. Кстати, в Атриуме тоже я был, из Атриума есть видео, внутри все обошел, все поснимал, и в супермаркете матрешка был, но, друзья, было это в 21-м, наверное, году, я вот не помню. Наверное, скорее все в 21-м. Да, много машин на парковке, все приехали в магазины. Так, тут дальше еще один торговый центр, но этот уже поскромнее. И, честно говоря, в последнее время, я не знаю, остался этот, эта сеть. Сейчас посмотрим. Я уж забыл, как называется, первый универмаг или универсал, как-то так. А на одно время была эта сеть. Ну, вроде есть, да. Универсал номер один, супермаркет, вроде есть. Ну, он послабее, конечно, чем матрешка. Ну, видите, здесь и машин поменьше. но все равно кто-то есть, кто-то ходит. Аптека здравия. Ну, тоже какие-то кафешки здесь для детей что-то. Ну, видите, много грузовиков. Привозят стройматериалы. Ну, смотрю, что на территории ЛНР работает. Сегодня катался, смотрю. В счастье, там новый заводик поставили. Асфальтобетонный делают там. Ну, асфальтобетонный, наверное, громко скажем, наверное, скорее всего, асфальтный. Хотя раньше, у нас асфальтобетонный комбинат целый был. И ДСК был, домостроительный комбинат. Там много чего было. Так, друзья, машинститут. Третий, второй корпус. Я не знаю, как он сейчас считается. Нулевой и первый за ним. по идее, сейчас уже студенты должны были сессию поздавать. Сейчас уже, по идее, ну, сейчас вступительных нету. По-моему, последнее время были опять вступительные экзамены, когда ЛНР было. Ну, могу ошибаться. А теперь точно так же, как же, в России ЕГЭ, но какой тут проходной балл, не знаю. Что тут в группах где-то встречалось, что-то писали люди за поступление. О, друзья, сколько всего хочется объехать, поснимать. Ну, конечно, на велосипеде гораздо лучше, чем пешком. Вот полчаса катаемся, а уже сколько всего объехали. Так, ну, поехали наверх, съездим. О, кстати, на 50 лет посмотрим, сказали, вроде рынок начали убирать. я там был весной, по-моему, на 9 мая, я там прошелся. Там прохладно был, май холодный был, дождливый. И я прошелся еще, заснял то, что было. людей и детей, много. Так, 12-й корпус. Сейчас, правда, не знаю, какое по счету бывший техникум, горнообогатительный или какой-то такой. Так, а здесь, видите, луганский казачий кадетский корпус. А раньше здесь было училище, какой-то, я не помню номер, ну, короче говоря, поваров здесь готовили. Я помню, что наши туда бегали. Стрепню их пробовали по дешевке. Я, честно говоря, ни разу не ел, но друзья рассказывали. Да, золотые времена были, была какая-то надежда, какие-то планы. И вот с 13-го года с Майдана все это, друзья, рухнуло. Да, и вот продолжается до сих пор, вот уже 10 лет живо. Живешь в каком-то бардаке, в какой-то неопределенности. Здесь, кстати, тоже, друзья, видите, ларечки стоят, моречки, не знаю, я думаю, что тоже все будут убирать со временем, потому что большинство, оно сейчас будет не соответствовать законодательству, та, и неизвестно вообще, как оно все оформлено. Ну, и правильно, надо убирать этот весь хлам, потому что страна превратилась в один большой рынок и магазин. Все за заводы открылись и все пошли торговать. Так, поедем здесь, друзья, по низу я ездил, там побуденного снимал, то и пешком там ходил, поэтому поедем здесь. О, гляньте, как здесь классно пострижен газон. Какая красота. И зеленые насаждения тоже. друзья, кинотеатр Мир. Сейчас подъедем посмотрим. Ну, кафешка, по крайней мере, возле него работает, шашлычками пахнет. Вижу бильярд, что-то там надпись. Ну, вывесок на кинотеатре не вижу. много людей, молодежи сидит, пьет, пьет. Здесь фонтанчик, походу. Не знаю. А, наверное, от дождя не работает он все-таки. Детишки маленькие гуляют. А вообще какая-то вывеска что-то висит. Ну, не знаю. Не знаю, мне кажется, это старое. Хотя, может, и работает. Ну, бильярдный зал вроде работает. И гляньте, сколько мам с детьми сидит, гуляет в тенечке. Магазин алые паруса проехали. Да, много, много людей, аж приятно. Так, друзья, ну, давайте по дворикам проедемся. Понятно, асфальт здесь старенький. Так, вроде чисто. Смотрите, много мам с детьми гуляют. Это хорошо. Да, у нас квартал, друзья, Комарова. На недельку до второго я уеду в Комарова. Да, эта песня благодаря Atomic Hard опять новыми красками заиграла, как и Алла Борисовна, которая уехала из страны. Не знаю, кстати, ее иноагентом признали или нет. Алкин тот-то иноагент. Так, друзья, ну, все зелененькое, красивенькое. Вроде более-менее убрано. детский садик. Так, надо с машиной как-то разъехаться. да. Летом здесь, безусловно, лучше. Осенью, конечно, когда я здесь ходил, снимал и зимой, оно было все серое, грязное. Ну, дедулечки, бабулечки сидят на лавочках. Ну, мы сейчас будем уже выбираться. Детские сады повсюду. О, выбрались на широкие просторы. О, отлично, зелененький. О, кстати, каштан проезжаю. Раньше это аналог нашей России, которая в центре. Ну, внутри он уже, конечно, переделан по-другому. Ну, здесь какой-то медицинский центр. Ну, кстати, посмотрю, что появились летние площадки. Раньше их давненько не было, сейчас вот появились. Единственное, интересно, сейчас же комендантский час, как они по ночам работают. Ну, наверно, сторож просто какой-то охраняет. Так-то летом раньше на летняках некоторые до утра пести пели. Особенно караоке какой-нибудь. Митинг какой-то едет. А, нет, свадьба. свадьба нам попалась. И следом Бобик едет. Что-то с чем-то. Так, но здесь пока везде, друзья, свадь старый. Так, сейчас на 50 лет повернем, посмотрим, что там у нас происходит. О, я уже вижу, что что-то начинают разбирать там. Какой-то строительный мусор. В общем, посмотрим. А солнышко хоть и вечернее, друзья, он уже, видите, низко, но все равно припекает. Так, желтенький. Погнали смотреть, что тут на полтиннике у нас происходит. Ну, здесь пока еще рынок целый. Пока вроде все целое. Что писали, что разбирать начнут. Может, как-то местами, частями. А, вот друзья начали разбирать. Ну, может, не все разберут, что-то оставят. Да, центральную часть, видимо, разберут. Видите, центральную часть убрали. Боковые ларьки пока стоят, а вот центральную часть непонятную ее убрали. Ну, короче, что-то уберут, что-то оставят, приведут в какой-то божеский вид. О, гляньте, после рынка какое количество мусора. Радуга, друзья. Раньше крутой бар был. Дискотека. как раз, когда я школу заканчивал в институте учился. Да, здесь много было клубов. Здесь, так как ваш институт, много студентов, много молодежи, здесь всегда было много клубов. Практически во всех, наверное, я побывал. Ну, они позакрывались. Сейчас не знаю, работает или нет, но комбинанский час, соответственно. Ну, когда-то было такое, что они, грубо говоря, закрывались и типа ночь там гуляли. Ну, за это наказывали. За это наказывали, поэтому по-моему, их позакрывали. но это не точно. Друзья, ну, это выезд на станицу. На станице вроде там мосты повосстанавливали. Ну, один восстановили, второй пока в однополосном, так я так понимаю, работает, а другой восстановили, все нормально работает, и памятник. И говорю, все, ну, съездим как-нибудь, друзья, но не в этот раз. Далеко. вот получается и счастье через город вот так вот можно попасть в станицу. Либо по вот той дороге, где мы с вами катались, через Петровку, туда Нижне Теплое. Ну, наверное, через ту дорогу будет быстрее, потому что там населенных пунктов нету, тут все-таки через город ехать. Это интересно, на станицу дорогу тоже вроде делали. Давайте сейчас краем глаза глянем. Здесь сверху все по-старому. Блин, какой здесь классный клуб ночной был, Колизей, да. Ну, он сгорел что-то с ним там, не знаю, произошло, короче, печаль, беда. Но клуб был крутейший. Мне он в Луганске клуб Колизей больше всего нравился. Ну, я там как-то пешим прям ходил, снимал. Или, не, на велике, наверное, но я заезжал куда снимал. Спешивался с велосипеда. Интересно, мужик просто катается или в станицу едет? Электричка газует. Так, поляну проезжаем. Вернее, не поляну, господи, а Колицу. Поляна на оборонной. Сейчас краем глаза глянем на выезд и поедем назад. Не, здесь пока, друзья, дорога старая. Ну, там, наверное, ближе к станице, ближе к мосту с разъездом на Николаевку. Там, наверное, что-то делают. да, мужик прямо достойчиво далеко собрался. Не, ну, здесь-то, в принципе, или по ровной, или с горочки там в сторону станицы нормально, а вот назад ехать уже похуже. Хотя, может, он просто покататься вышел. сейчас прокатится. Тут пару километров до назад поедет. Вот, кстати, друзья, здесь за город чуть выехал. Здесь вот лесочек и сразу, вы знаете, такой прохладой прямо повеяло. Прямо уже так хорошо. Ну, сейчас назад в каменные джунгли в бетонные вернемся и опять будет жара. Здесь асфальт латанный, местами он с ямками, здесь пока не делают. Ну, на части там просто сейчас большой, друзья, поток идет. Там именно такая транспортная артерия, потому что на север идет, поэтому сейчас его и делают так интенсивно. Так, сейчас мы вот здесь, я не помню, где-то квартал Дзержинского вниз Сазоново. Сейчас сюда спустимся, здесь посмотрим. Ну, здесь вот что-то поглотали асфальт, я смотрю, но кусками. Да, здесь раньше трамвайное кольцо было, но теперь, друзья, конечно, трамвайчики не ходят. Ну, туда вниз на верхунку дорога пошла. 117-й, редкий гвоздь. Вот здесь, по-моему, асфальт, друзья, перекладывали, но вот я не помню, сколько уже прошло времени, два года. Уже сейчас не видно, но сейчас свежего ремонта нету никакого. Здесь вот, по-моему, вниз-вверх дорогу делали между кварталами. Ну, и здесь, вот здесь, по-моему, новая, ну, как новая, полтора-два года ей. Ну, сразу видно, что делали ЛНР-овцы. Столбы старые, фонари старые, разметки нету. Короче, деньги только на асфальт были. Его и положили. Так, друзья, ну, что-то не хочется мне заканчивать видео в каменных джунглях. Поехали до Луганки уже прокатимся здесь, в Вергунку, здесь недалеко. А домой уже вниз поеду, там, мимо завода Горизонт, по тройке. Тройка – это трамвай, друзья. Правда, она уже сто лет не ходит, она там и до войны она там плохо-то ходила. Ну, здесь, в основном, все на маршрутках ехали через город поверху. по низу там какое-то время автобусы ходили, но сейчас на шлюзы с вами съездим. Надо бы в зеленую рощу тоже как-то съездить. Ну, я не знаю, разминировали там или нет и узнать не у кого. Там же большая база отдыха городская была. Ну, и лагерей куча, ну, и дачи. Там вообще Красная Яра тут. Ну, этим, там, в счастье, говорят, что Донец вроде более-менее разминированных. Кстати, там дорогу еще вокруг расчищают, вокруг моста тоже, я не знаю, там внизу прям деревья они убирают, рубят, я не знаю, что они там делать будут. Ну, вообще, кстати, по большому счету напрашивается там строить еще второй мост параллельный. Там, кстати, изначально в советское время был мост, потом его, ну, со временем закрыли, построили рядом новый. Но там мост двухполосный был, но трафика не было. Сейчас, я думаю, трафик будет побольше, особенно, когда все успокоится, потому что эта дорога идет параллельно М4, М4 перегружена, так что по ней грузы тоже могут идти с севера на юг, поэтому по-хорошему там нужно строить второй мост и, короче говоря, делать широкий мост на четыре колеи, как на М4. Мы посмотрим, что оно будет. Главное, сейчас войну закончить. Причем, хорошо закончить. И так закончить, чтобы потом следом еще одной не было. Так, друзья, здесь, наверное, налево. Я здесь давненько не ездил. А может и не налево, может надо было направо. Я уже не помню. А нет, друзья, все правильно, то я запамятовал. Правильно, мы выехали чуть дальше, надо сейчас вернуться, чтобы на 39-ю школу и на верхунку туда. ну вот это, наверное, уже является, я не знаю, малой верхункой, наверное. В принципе, этот район. Сюда 133 ходит, по-моему. сейчас вот будет поворот, да. Ох, летчик полетел. еще и на грузинских номерах. Да, вот она школа 39-я. Сейчас тут пару поворотов и будет река Лугань. я здесь даже на рыбалку когда-то ездил. Что-то тут песка насыпали на дорогу. Но мне нельзя быстро ехать, я могу юзом пойти и упасть. Ох, гонщики пролетели, пыль разогнали. Здесь, кстати, по той стороне Лугани вот так есть дорога. Камброт ведет старая, но, видимо, объездная какая-то. Ну, друзья, там разбитая песец. Так, сейчас. Ух, какая она широкая, друзья. Бывали времена шо, она еще шире была, конечно. Друзья, река Лугань. Ну, гляньте, берег подтопило, да. Воды много, но вода мутная. Кстати, вот в Йопсуге вы видели, вода чистенькая, прозрачная, а здесь вода мутная. Ой, гляньте, аж туда подкопило. Я когда-то сюда приезжал в детстве, вы знаете, вот этого камыша не было, вот это все было оно большое здесь такое, широкое, что здесь даже сидели люди на донки кидали. И здесь вот берег открытый был, не было вот этих деревьев, это все вот выросло за последних, так сказать, 15, наверное, 20 лет. Единственное, что вот там вот дальше был сброс грязной канализационной воды, не знаю, может сейчас остановили. А так, конечно, друзья, страшно, потому что, ну, это же грязь сюда шла, соответственно, и вода здесь была, соответственно, и рыба такая же. Ну, это, друзья, у нас старые шлюзы были здесь. Ну, вот видите, в каком они сейчас состоянии. Ну, эта дорога дальше пошла туда, на верхунку и на красно-ярый зеленую рощу. Так, поедем здесь еще по надберегам проедемся. Ну, здесь люди рыбку ловили в те времена, когда некуда было поехать, что-то сюда заходило. Но сейчас, наверное, тоже воды много. Видите, какая здесь грязь была, сейчас она хоть подсохла, засохла. А вон даже кто-то, видите, отдыхает, на машине стоит. Ну, дорога здесь такая, конечно, прикольная. Навозом запахло. Ну, там дальше идет частный сектор. Здесь классные места дальше по реке. Я вон когда-то ездил, смотрел здесь, даже думал сюда куда-то на рыбалку съездить. он стоит, пловит как раз над этой трубой. Сейчас вроде вода не шумит, не шуршит. О, кстати, с другой стороны вода и болото. Видать, из-за большого количества воды. Здесь, друзья, природа уже началась. Вон дальше, видите, вдаль Лугань пошла. Вот такие здесь места, друзья. Подтопило, конечно, сейчас. И дальше она там идет, 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 и там потом в Северский Донецк дальше впадает, друзья. Ну, а здесь вот частный сектор пошел. Так, ну, что, дорогие мои, заканчиваем наше сегодняшнее велопутешествие. сейчас развернусь против солнца, а то темный-темный, веселого так сразу картинка классная. Друзья, заканчиваем. Покатались с вами, стараюсь по максимуму для вас покататься, поездить. Надеюсь, вам нравится. Раз нравится, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Ну, как всегда, всем крепкого здоровья, друзья, мирного неба. Ну, и до новых встреч, друзья, до новых видео. Пока-пока.